Сегодня вся Россия отмечает День работников рекламы. Этот праздник отмечается с 1994 года. Какую роль в нашей жизни играет реклама, а также о специалистах своего дела в нашем следующем материале. Вы узнаете этот голос? Голос на волне радио Север-ФМ. Знакомьтесь, это Лидия, наша коллега и высококлассный специалист по рекламе. Её голос звучит ежедневно в эфире регионального радио и знаком каждому слушателю. Когда я приехала сюда, я пришла сюда работать в теле радиокомпании. Что меня цепануло, наверное, то, что здесь команда творческая, команда, которая горит в основном за идею, которая загорается при работе над каким-то определенным проектом, загораются глаза, и все на едином дыхании мы рвемся куда-то к единой цели. Люблю свои профессии, что у меня нет монотонной работы. Знаете, говорят, что люди спустя 2-3 года им нужно менять профессию или место работы. Я считаю, что я абсолютно на своем месте. Лидия приехала к нам из Архангельска, где училась по специальности маркетолог. Специальность настолько увлекла Лидию, что она не раздумывала о том, где же будет работать дальше. Ответ однозначен – сфера рекламы. Я очень люблю наблюдать, как растет, допустим, бизнес людей, с которыми я работаю. Потому что приходят, допустим, у истоков, а вот говорят, помогите. И ты работаешь на развитие бизнеса вместе с ними. И когда спустя год-два ты видишь, что человек встал на ноги, мне кажется, это дорогого стоит. За плечами Лидии интересные проекты – аудио, видеоролики, фильмы и другие рекламные продукты. Один из последних случаев – это когда мы делали фуд-съемку для мясокомбината. И когда выбежали, ну, наверное, пол коллектива, пришли в студию, мы снимали это в студии. Пришли в студию, ребята прибежали, монтажеры стали операторами. И все, кто как умел, что умел, предлагал свои идеи, там выстраивали свет. Это очень интересно, это очень увлекательно. И когда ты видишь, как горят глаза у твоих коллег, ну, ты знаете, это как одна большая семья, которая идет к единой цели. И если наша коллега, ведущий менеджер по рекламе, конкретно знала, к чему лежит ее сердце и осознанно выбрала будущую профессию, то Сергей Комаров изначально получил юридическое образование. Однако на рынке труда данная профессия не имела популярности. Тогда Сергею попалось на глаза объявление о наборе специалистов в первое рекламное агентство. По объявлению я нашел, что требуется дизайнер. Первое рекламное агентство. Я вот пришел к руководителю, к Михаилу Николаевичу, провел собеседование. На следующий день я уже пришел на работу. Начало у меня все тут с испытательным сроком, потихонечку набираться опыта. И уже все взяли меня на постоянную работу. Я тут уже здесь работал 2013 года. То есть, получается, сторожил. Сергей признается, больше нравится работать над большими проектами. Ведь именно тогда начинается настоящее творчество. Просто я работаю из-за того, что мне нравится работа. Именно вот этот творческий подход, рисование, потому что я в детстве любил рисовать. Работа очень интересная, творческая, ответственная перед заказчиком. Потому что заказчики ставят условия, сроки. И это надо все сроки исполнять. День рекламщика становится в России все популярнее. Ведь в этой сфере работает сегодня немало специалистов. От пиарщиков до маркетологов. В свою очередь коллектив телеканала «Север» присоединяется к поздравлениям.